Здарова! В данном ролике я попытаюсь как можно интереснее рассказать об истории своего канала. Возможно, так же будет аниме. Ну, для того, чтобы показывать выражение лиц и тому подобное. Ролик будет продолжительным, поэтому садитесь поудобнее и доставайте своих кальмарчиков. Господи, не поймите меня неправильно. Всё началось с того, как мне захотелось завести канал на ютубе. И в этот злополучный день, 31 октября 2012 года, был зарегистрирован канал с ником Кракен. Господи, прости. На тот момент мне было 13 лет. Да, я был ещё тем отбитым школьником, думаю, что по нику и так понятно. Немного отойду от темы. В те школьные времена у меня не было своего личного компьютера, и я пользовался компьютером своего дяди, и то, когда мне разрешали просто потыкать по клаве. Этот старый комп я сам лично ломал кучу раз, ну и получил огромный опыт в использовании данного устройства. Затем у дяди появился ноутбук Asus. Вставка шутки про Анос, внимание, все посмеялись. И возможностей стало больше в плане записи роликов и создания контента. Однако, до сих пор я был отбитым школьником, и не знал, как производить запись при помощи того же Фрапса, когда ещё Бандикам не особо был известен, и я как бы не помню, был он тогда вообще или нет. Вообще, сам по себе канал создавался для души, так сказать. Ну так вот. В этом же году, где-то в январе, я узнал об игре под названием Осу. Это произошло во время дня рождения моего двоюродного дяди. Приходим, значит, к нему, а он сидит и тыгает там что-то в своём компудахтере. Начинаем интересоваться, что за игра такая. Он-то такое начинает объяснять, что тут надо нажимать в ритм, так, чтобы выбивать 300. Хааа, шутка про 300! Тракториста. Ну и дальше, сами знаете. После того, как мы пришли домой, я попросил дядю, чтобы он установил мне эту игру. Да, и тогда я был ещё настолько беспомощным, что просил, чтобы мне скачали игру. Так как аккаунт создавал не я, то ник был... Мне всегда нравилось тыкать в ритм музыки, потому-то я надолго и залип в этой игре. Однако, мне всё равно не разрешали долго сидеть за ноутбуком и долго играть я не мог. Но всё равно уделял всё своё игровое время именно Осу. И тут у меня происходит первый контакт с русским Осу комьюнити. Чтобы играть в Осу, нужно скачивать карты. Но так как я был тем ещё школьником, я решил попросить у людей из русского чата в Осу. После чего меня послали, и с тех пор я больше никогда туда не писал. Карты я брал просто заходя в мульти с рандомами, скачивая тем самым их карты. Примерно через месяц я прошёл карту на фулл комбо под названием Nightcore Mix Holy Virgin. Карт уровень с хидденом. Для меня это было достижением, и мне сильно хотелось поделиться этим с другими. Но так как я не знал, что запись программным образом вообще существует, я заснял свой первый реплей на телефон Nokia 5228. Боже мой. Повторюсь, мне хотелось похвастаться своим личным достижением с другими. Тут я нахожу какую-то Осу группу ВКонтакте, куда все скидывают свои реплеи, ну и выкладываю его туда. И тут происходит второй контакт с Русским Осу комьюнити, в комменты пишут конструктивную и деструктивную критику, и я понимаю, что лучше больше ничего не стоит выкладывать вообще, и ну нафиг это всё в жопу, всё пошло отсюда, ну нафиг. На протяжении всех этих шести лет я не искал контент для своего канала, звучит странно, да, на самом деле получалось это непроизвольно. Сначала были времена кубов, ну то есть Майнкрафт. На самом деле в том направлении у меня был потенциал, и у меня всё хорошо довольно-таки получалось, но я перестал этим заниматься. Затем я стал часто играть в CS 1.6, и мне было интересно создавать мувики, нарезки и тому подобное. Тут же я и освоил в какой-то степени Sony Vegas. После того, как мне надоело этим заниматься, я начал пилить летсплеи, и даже с вебкой. Ох уж и времена были. Я тратил кучу своего времени на монтаж, чтобы сделать банальную нарезку. И всё же, как так получилось, что я стал выкладывать свои реплеи на канал и заниматься именно Оусу контентом? Был конкретный случай, да. Я снова захотел похвастаться своим достижением и выложил реплей, и набралось примерно 100 просмотров и 5-8 лайков. И я такой посмотрел на летсплеи с тремя лайками, посмотрел на реплей с 5-8 лайками, и такой... Хммм. Оказалось, что летсплеи, в которые я вкладывал кучу своего времени и монтажа, не были популярны что ли. На них набиралось меньше просмотров и лайков, нежели на реплеях. Ну и тут я подумал, зачем мне тратить кучу времени на летсплеи, если это не интересно. Мне проще было играть в осу. Вот так я и нашел именно то, что подходит мне. Ну думаю, что в этом ролике я про девайсы рассказывать не буду, так как ролик уже довольно-таки затянулся. Я сделаю отдельный ролик и там все подробненько расскажу. Ну а этот ролик подходит к концу и ну че, люблю вас мои маленькие кальмарчики.